Привет, ребята! Это Мэтт Корр и курс ConsolePaint.com. И в этом занятии мы поговорим о разнице между параметрами непрозрачность, opacity и нажим flow в инструменте кисть. Вот я вам подготовил рабочую таблицу. И с ее помощью мы посмотрим, как мазок одной и той же кисти меняется в зависимости от изменений непрозрачности и нажима. Вы можете использовать любую кисть, но вы можете загрузить настройки кисти, которые я использую в этом занятии. Если вам захочется повторить то же самое, что делаю я, то загрузите кисть и попробуйте проделать все это сами. Итак, я выбрал кисть черного цвета и установил параметр непрозрачности и нажима на 100%. Как видите, в одном мазке я могу перейти от светлого тона к темному. А вот и пример штриховки. В зависимости от размера кисти я могу сделать штриховку довольно плавной. Далее я устанавливаю непрозрачность на 25%, а нажим оставляю на 100%. Я могу делать мазки светлого тона, но при нажатии они не темнеют. И все это потому, что мазки теперь ограничены максимальной непрозрачностью в 25% от обычного уровня. Допустим, я делаю один долгий мазок с максимальным давлением и рисую кистью по одному и тому же месту. Непрозрачность все равно будет 25% от обычного уровня. Но стоит мне поднять стилус и сделать еще один мазок поверх предыдущего, как непрозрачность увеличится и будет равна 50%. Но в тех местах, где наложения мазков нет, непрозрачность также будет равна 25%. А вот теперь я попробую сделать штриховку, как на предыдущем примере. Тон будет оставаться тем же самым. Усилить непрозрачность можно, лишь сделав второй мазок поверх первого. А теперь давайте поменяем настройки. Непрозрачность поставим на 100%, а нажим на 25%. Что же случится? Один мазок может меняться от светлого тона к темному. Смотрите. Хотя нажим всего 25%, вы все равно можете делать мазки с обычной непрозрачностью. И если я делаю штриховку, то смогу сделать ее однотонной. И в этом основная разница между непрозрачностью и нажимом. Если честно, то я вообще не особо понимаю, за что вообще отвечает параметр нажима. Кажется, он отвечает за интенсивность цвета мазка. И первоначально этот параметр был введен по аналогии с традиционным рисованием. Этот регулятор позволяет узнать, какой объем краски наносится на изображение за единицу времени. Представьте, что из открытого крана клещет вода. Если закрутить кран, то напор уменьшится. Вот точно так же действует и параметр нажим. Если говорить о прикладном значении, нажим позволяет вам делать более мягкие касания кистью и более мягкие мазки. Так легче создавать ровные тона, так как выплотность мазка становится меньше. Хотя в одном мазке вы все так же можете перейти от светлого тона к темному. Давайте еще раз пройдемся по основным моментам и посмотрим. Если непрозрачность и нажим на 100%, то вы легко в одном мазке можете перейти от светлого тона к темному. И одним мазком создать градацию тона. Если поменять непрозрачность на 25%, то одним мазком не удастся создать градацию тона, и он будет одним и тем же. Но если наложить поверх одного мазка другой, то значения непрозрачности объединятся. И если я поменяю нажим на 25%, то я все так же могу перейти от светлого тона к темному. Но из-под моего стилуса будет выходить меньший объем краски, то есть интенсивность тона уменьшится. И обычно я уменьшаю нажим, если мне нужно создать плавное смешение тонов. Хочу отметить также, что это лично мои ощущения и предпочтения. Я знаю многих художников, которые предпочитают работать прежде всего с непрозрачностью. Они всегда пользуются лессировкой и рисуют в таком стиле, и это нормально. Я лично предпочитаю менять лишь нажим, поэтому у меня непрозрачность почти всегда стоит на 100%. И если мне нужны более плавные мазки, я меняю лишь нажим. Если мне нужна большая интенсивность и много краски, то я увеличиваю нажим. Если мне нужны меньше краски и более нежные мазки, я понижаю нажим. Но эти предпочтения – результат моего личного опыта, поэтому я советую вам самим разобраться, как вам лучше работается. Не стоит повторить за мной, работаю только с нажимом. Может быть, вам удобнее будет работать с непрозрачностью. Поэтому создайте подобный черновик и поэкспериментируйте. Меняйте параметры последовательно один за другим, чтобы увидеть изменения. Так как во время рисования вы столкнетесь и с многими другими параметрами кисти, которые тоже внесут свое влияние. Такие как цвет, текстура, режимы наложения – все это тоже изменит конечный вид мазка. Поэтому если вы разберетесь с этими двумя параметрами до того, как столкнетесь с другими факторами, работа с кистью станет для вас проще. Итак, желаю вам удачи и приятной работы. Спасибо за внимание.